Представляете, что мне 27 лет. Мы приходим в военный комиссариат и проходим сначала 202 кабинет. Здесь находится картотека. Именно сюда в первую очередь должны зайти те, кому уже исполнилось 27 лет, но они по каким-либо причинам не служили в армии и не имеют военного билета. Найти свое личное дело и получить бланк на прохождение медкомиссии врачи находятся этажом ниже. Вот мы заходим на призывной пункт, где располагается кабинет медицинской комиссии. Гражданин проходит всех врачей-специалистов. Заключение потом делает врач-терапевт, руководящий работой. Прохождение медкомиссии не займет более получаса, говорят специалисты. Осмотр врачей для тех, кто не встал на воинский учет, нужен для того, чтобы определить, в каких войсках они смогут служить в случае мобилизации. Затем со всеми документами вас ждет призывная комиссия. Призывная комиссия решает получение либо справки, либо военного билета. Но это будет именно заключаться в накоплении, какая информация находится в личном деле. Вот такой несложный путь, который мы совершили вместе с начальником призыва Ренатом Фейзрахмановым, должны преодолеть все, кто еще не встал на воинский учет. Но почему-то многие игнорируют повестки от военкомата. А сейчас по спискам таких около 140 человек. А ведь этим самым они нарушают закон. Без документов из военкомата могут возникнуть трудности с трудоустройством на работу, с выездом из страны и даже с регистрацией в ЗАГСе. Военный билет же подтверждает, что у мужчины нет никаких проблем с законом и он находится на воинском учете. В военкомате ждут тех, кому уже исполнилось 27 лет и предлагают удобное время. Это по будням с 8 до 12 часов. И лучше успеть, пока идет призывная кампания. И все специалисты находятся в одном месте в здании военного комиссариата. Алсуар Сланова, Рафель Ракипов, Новости НТР. Рафель Ракипов, Новости НТР.